Девчонки, всем огромный привет! У каждой женщины на свете есть свой фетиш. У кого-то это туфли, у кого-то это лаки для ногтей, а у меня это парфюм. Но у меня их немного на самом деле. На этот раз я взяла себе вот такой вот аромат. Это Dolce & Gabbana Purfum. Первые духи с названием Purfum выпустили итальянские дизайнеры еще в 1992 году. Это был их дебют на рынке парфюмерии. В России уже они появились в районе 1995 года. Этот аромат был невозможно ни с чем перепутать. Так пахла женская половина страны. Но со временем, конечно же, бренд менялся. И выпускались новые версии измененные. И в 2012 году это стал нежный и женственный аромат. Я купила этот парфюм в декабре. Не понимаю, почему не пробовала их раньше. Он совершенно простой. Строгие линии прямоугольной формы, флакон. Упакован в красивую такую бархатную коробочку, которую на самом деле даже не хочется выбрасывать. На бордовом бархате выбито само название, выбито золотыми буквами. Но, конечно же, не обертка привлекает в этом аромате. Девчонки, он сладкий, но не сладенький. Он не удушающий, не липкий. Сладость у него такая нежная, знаете, женственная очень. Кстати, аромат довольно-таки дорогой. Но я бы сказала так, что он стоит своих денег. И это парфюмированная вода, и она держится довольно-таки долго. До пяти часов на коже и до нескольких дней на одежде. И сам аромат, ну, неописуемо прекрасен. Он вроде и сладкий, но не приторный. С нотками ванили. Ну, такими, знаете, ненавязчивыми. Такой парфюм, по скромному моему мнению, должен быть, ну, у каждой девушки. И именно, знаете, такой уверенной в себе девушки, женщины. Конечно же, понятно, что это, скорее всего, зимний аромат. А если захочется использовать этот аромат в теплое время года, то это вечерний. Хотя, если честно, девчонки, я его буду носить и днем. Потому что он очень такой, ну, вот как для меня прям сделан. Поэтому очень нежный, но такой, знаете, окутывающий. И он не будет каким-то, знаете, сильно сладким или сильно навязчивым. Даже вот днем, летом, мне кажется. Ну, это у всех свое мнение. Конечно же, есть свои правила внушения ароматов. И если уж придерживаться правил этих, то это все-таки зимний аромат. Или вечерний. Девчонки, и сам аромат не напоминает компот. Он звучит довольно-таки уверенно, настойчиво, но не навязчиво. Как-то так, ну, по-женски, скажем так. Также он очень стойкий, такой насыщенный. Знаете, его прям ощущаешь вот физически, как будто бы он как туман вот вокруг вас, окутывает вас, да, таким сладким, нежным покрывалом, каким-то мягким таким. И именно не пледом, а каким-то мягким, невысомым покрывалом. Девчонки, подводя итог, я скажу, что аромат прекрасен. Он стойкий, насыщенный, запоминающийся. В общем, как по мне, так я советую хотя бы к нему присмотреться. Или прислушаться на себе. На самом деле, с ним вы никогда не останетесь незамечены. Это аромат, который привлекает внимание. Но, как вы, девчонки, знаете, у меня есть любовь не только к парфюмам, но и к уходовым средствам за волосами. Поэтому в этот раз я тоже не смогла пройти мимо, да, и заказала себе вот такой вот тоник. Компании Кора. Я думаю, все вы знакомы с этой маркой. Тоник-активатор для укрепления и роста волос. Я его использую каждый вечер. Наношу на корни. Именно он идет распылителем. Но, смотрите, вот даже можно, вам видно, да, он такого коричневого цвета. Темно-коричневого цвета, девчонки. И я вначале как-то побаивалась, да, даже когда я его наношу на корни, все равно видно, что корни... Ну, оттенок он дает, да. Он быстро смывается, конечно же, но оттенок на корни он дает. Поэтому блондинкам с утра им пользоваться нельзя. Хотя в самом применении написано один-два раза в день небольшим количеством, да, равномерно распределить и втирать в кожу, да, и не смывать. Курс вообще 3-6 месяцев написано. Использование. Ну, девчонки, если вы не блондинка, то, конечно, можно пользоваться и утром, и вечером. Но никак не блондинкам. Блондинкам утром нельзя, а вечером можно пользоваться с удовольствием. Так что тоже хочу обратить ваше внимание. Волосы растут очень быстро. Я буквально неделю назад красилась, и, в общем-то, осталось еще пару дней, и нужно будет уже тоже краситься снова. И я думаю, что это все-таки помог именно вот этот вот тоник-активатор роста волос. Потому что больше, в общем-то, я ничего такого не использовала, а рост усилился, да. Девчонки, конечно же, все ссылки на продукцию я оставлю внизу. Вы сможете зайти, посмотреть для себя, да. Тоже определиться, может, с каким-то выбором, да. Ну, а если вам понравилось видео, то ставьте пальчики вверх. А вам всем говорю пока. До новых встреч. Все, чао. Субтитры сделал DimaTorzok